Приехал к своим друзьям в областной ТОС по проблеме, которая постигла сегодня одного из работников, очень активных людей, Людмилу Юрьевну Авраменко, которая получила очень серьезную травму кисти, руки и на операцию срочно необходимо 7 тысяч гривен. Так что с ней случилось? Она поломала руку, да? Да, да. Подошел 147-й, а они в тот день позавчера, потому что мы тоже ехали как раз, мы же от Динамо ездим, мы отсюда идем пешком в Динамо, и получилось так, что все маршрутки, они к бордюру не подъезжали, было скользко проезжено слишком, и почти посередине дороги становились. Она же говорит, я спросила у людей 147-й, 147-й, и я, говорит, не стала вот так идти, потому что скользко, а пошла вот так прямо к нему, вот, к маршрутке. И только, говорит, начала садиться, и говорит, и я падаю скользко, и она упала прямо возле 147-го. Она еще зашла туда, в 147-й, ей помогли зайти. Вот, она позвонила сыну, она же на третьем километре живет, позвонила сыну, говорит, Юра, встречай меня, потому что у меня дело неважное, наверное, я руку поломала. Вот, и это, и сразу он ее встретил, и они сразу там вызвали скорую на остановке. Скорая подъехала, и ее забрали во вторую больницу. Значит, кисть у нее, там раздробление у нее костей, всего. Сказали, надо там пластинки вставлять. В общем, 7 тысяч. И там новые пластины, это... Сколько, сколько? 7 тысяч, сказал это... 7 тысяч операций. Да, именно, да, именно стоимость именно этих пластин дорогие они. Так это она самая дешевая. Да, самая дешевая, что Россия продает, дает. Ехал совсем с другой целью, помочь людям, у которых есть проблемы с ремонтом, с наступлением зимы, со всех щелей тут дует, туалеты, в таком состоянии, которое не для этих людей. Но, вы видите, одни проблемы за проблемами. И сегодня, Сергей Иванович Кравченко, я обращаюсь к вам. Неужели у вас не хватает там какого-то лишнего мешка соли, чтобы посыпать на остановках, чтобы песок кругом был, чтобы не было вот этого, такого неудобства во время гололеда. И люди, те, которые с ограниченными возможностями, чувствовали такие неудобства и получали травмы.